«Вика, ну что ты упрямишься?» – возмущался Константин. «Ведешь себя как маленькая. Ну нет же совершенно ничего страшного в том, что мы с тобой некоторое время поживем раздельно. Здесь же ни врачей нормальных, никого, а мы с тобой и так ждали этого малыша. Долгожданная беременность, а ты подвергаешь себя такому риску». Супруги вправду давно мечтали о наследнике, но беременность так и не наступала. Вика уже не верила в то, что когда-нибудь сможет стать мамой. Женщина очень сильно переживала по этому поводу. Муж Виктории был весьма состоятельным человеком. Строительная фирма Константина приносила баснословные деньги. И останавливаться на достигнутом мужчина не собирался. Он, как никто другой, был заинтересован в расширении. Поэтому, когда партнеры выкупили землю в небольшом, но весьма перспективном поселке, Константин сразу же отправился туда. Мужчина привык все контролировать. Константин никогда и ничего не упускал из виду. Он был убежден в том, что вести успешный бизнес можно только так, и в такой позиции присутствовал здравый смысл. Как только Виктория узнала о том, что муж уезжает, сразу же сообщила ему о том, что поедет с ним. «Должен тебя предупредить, что условия жизни там пока так себе», – сказал Константин. «Наш дом только построен. Там еще работы не початый край. Ты уверена, что сможешь так жить, без привычных удобств?» «Конечно смогу», – заверила мужа Виктория. «Ты что, как же я тебя оставлю? Я поеду с тобой. Куда муж, туда и жена. Как же может быть иначе-то?» Когда супруги приехали в новый дом, женщина поняла, что Константин очень сильно преувеличивал. Условия жизни были вполне сносными, а дом – просто шикарным. «И зачем ты мне соврал, что тут нет условий?» – удивилась Виктория. «Специально? Ты не хотел, чтобы я с тобой ехала?» «Да ты что?» – возмутился мужчина. «Как я мог не хотеть, чтобы ты со мной ехала? Наоборот, я тебе очень благодарен за то, что ты со мной. Поддерживаешь меня. А насчет условий я не соврал. Ты же сама видишь, что ванная комната недоделана, есть только душевая. Да и в некоторых комнатах все еще идет ремонт». «Дом большой», – сказала Виктория. «Мы живем в самой дальней комнате. Звуков ремонта не слышно, так что все в порядке. Думаю, что нам здесь будет вполне уютно». В маленьком поселке супруги вели вполне привычный образ жизни, который почти ничем не отличался от городского. Константин целыми днями напролет занимался своим бизнес-проектом, а Виктория потихоньку обустраивала дом. За продуктами ездил охранник. А редко выдающиеся выходные супруги проводили вместе. Когда Виктория поняла, что что-то не так, она даже и представить себе не могла, что ждет ребенка. Но спустя некоторое время это стало очевидно. Когда женщина сообщила мужу о своих подозрениях, тот сразу же стал настаивать на том, чтобы она ехала в город. «Да я схожу к местному врачу», – отмахнулась Виктория. «Я прекрасно себя чувствую. Просто нужно, чтобы беременность подтвердилась. Местный врач вполне справится с этой задачей. А когда ты закончишь все свои дела, тогда и вернемся в город все вместе. Ну, чего ты так переживаешь?» Но, как ни убеждала Константина супруга в том, что все в порядке, его сердце все равно было не на месте. Мужчина не понимал, как Виктория может быть так беспечна. «Ну, надо же становиться на учет», – рассуждал мужчина. «Ходить на регулярные осмотры. Врач должен наблюдать за тем, как протекает беременность. А вдруг что-нибудь пойдет не так? А если мы потеряем ребенка, мы же никогда себе этого не простим». «Костя, ты утрируешь», – отвечала Виктория. «Ну, что может случиться страшного? Ты же сам говорил, что уже совсем скоро закончишь все свои дела, и мы поедем в город. К чему все эти волнения и переживания? Успокойся, все будет хорошо». Осмотрев Викторию, местный врач подтвердил беременность. Как же женщина была счастлива. Она уже представляла, как обставит детскую. Константин разделял эмоции жены. Мужчина так давно мечтал стать отцом, что в определенный момент даже потерял надежду, что это когда-нибудь случится. Константин старался как можно быстрее закончить все дела. Он не хотел задерживаться в поселке ни одного лишнего дня. «У меня жена беременна», – хвастался мужчина своим партнерам и друзьям. «Я так счастлив, что вы даже представить себе не можете». У всех мужчин, с кем работал Константин, уже давно были дети. Некоторые из них ходили в школу. Были и те, которые уже учились в институте. Мужчина всегда был убежден в том, что заботиться о наследниках нужно в молодости. Но в тот период жизни ему было не до этого. А когда наконец-то устроил свою жизнь и женился, задумался о детях, испугался, что может быть поздно. «Не переживай ты так», – успокаивала мужа Татьяна. «Это нам, женщинам, нужно о возрасте беспокоиться. А я еще молодая. У нас обязательно будут дети. Я уверена в этом». Но годы шли, а детей у супругов так и не было. Константин со временем абстрагировался от этой ситуации. Он был слишком занят бизнесом, и переживать по этому поводу ему было просто некогда. А вот Виктория просто места себе не находила. Женщина очень боялась потерять мужа. Все-таки он был весьма состоятельным человеком. А она кто? Никто. И звать ее никак. С тех пор, как вышла замуж, целиком и полностью посвятила себя мужу и дому. Как-то не до работы было. Виктория понимала, что выйти замуж за такого человека – большая удача. Такой шанс выпадает не каждому. В прошлом она – обычная секретарша, на которую положил глаз состоятельный шеф. Она и подумать не могла о том, что он всерьез влюбится в нее и женится. Он – такой взрослый, серьезный, а она – вчерашняя студентка. Но брак оказался вполне счастливым. Виктория любила своего мужа и готова была посвятить ему всю себя, всю свою жизнь. А у Константина после свадьбы будто бы началась вторая молодость. Мужчина делал все для того, чтобы жена была счастлива. Только детишек в семье не хватало. И вот теперь, когда Виктория наконец-то забеременела, они просто не могли относиться к этому безответственно и беспечно. На протяжении нескольких месяцев женщина тщательно следила за своим здоровьем. Она ела только полезную пищу, не позволяла себе ничего, что могло бы навредить малышу. К моменту отъезда в город ребеночек уже должен был начать шевелиться. Но этого не происходило, что очень сильно настораживало Викторию. «Беременность не развивается», – паниковала женщина, когда в очередной раз пришла на осмотр к местному врачу. «Ничего не происходит. Это ненормально». «У вас еще очень маленький срок», – успокаивал Викторию доктор. «В этом нет ничего страшного. Некоторые дети начинают шевелиться раньше, некоторые – позже. Поверьте мне, с вами все в полном порядке, и никаких поводов для беспокойства у вас нет». Но Виктория не находила себе места. Она не могла дождаться того момента, когда они с супругом наконец-то вернутся в город. «Завтра же пойду к врачам», – пообещала мужу женщина, как только они приехали домой. «Сдам все анализы, сделаю УЗИ. Мне не терпится узнать, что происходит с нашим малышом. Я очень за него беспокоюсь». «Все правильно», – кивнул мужчина. «Мне тоже не терпится узнать, как развивается наш малыш. Обязательно попроси у доктора снимок УЗИ. Так хочется уже увидеть нашего малыша». Константин был в предвкушении. В тот день он решил устроить жене сюрприз – романтический ужин со свечами. Внезапно мужчина поймал себя на мысли, что они даже не отметили такое важное событие. «Какой же я дурак», – рассуждал он. Так замотался, закрутился, что даже не поздравил Викулю. Мужчине было безумно стыдно. Впервые за долгое время он осознал, что со своим плотным рабочим графиком совершенно забыл о любимой семье. Он до сих пор не мог поверить в то, что совсем скоро их будет трое. «Какое счастье», – размышлял он про себя, расставляя на столе тарелки и бокалы. Мы с Викулей его заслужили. Но праздника не получилось. Как только Виктория вернулась домой, и Константин сразу же понял, что что-то случилось. На жене не было лица. Еще никогда мужчина не видел ее такой подавленной и морально разбитой. «Вика, что с тобой?» – взволнованно спросил Константин. «Ты что, плакала? Глаза опухшие. Что-то с нашим малышом?» Женщина не знала, как рассказать мужу о том, что случилось. Она находилась в таком глубоком шоке, что не могла подобрать нужных слов, чтобы объясниться с супругом. Она шла в больницу, такая вдохновленная и полная надежд. Виктория так хотела увидеть своего будущего малыша. Едва она переступила порог кабинета врача, та сразу же отправила ее на УЗИ. Женщина была в предвкушении и даже не заметила, как лицо доктора удивленно вытянулось. «Простите, возможно, я чего-то не понимаю», – задумчиво сказал врач. Услышав эти слова, Виктория сразу же поняла, что что-то не так. Женщина боялась что-либо спрашивать у доктора. Она ждала, пока та сама объяснит смысл своих слов. Но то, что Виктория услышала, повергло ее в настоящий шок. Она даже не знала, что такое бывает. «Понимаете, у вас нет ребенка», – продолжил доктор. «Вот видите, сами посмотрите. Я вообще не понимаю, зачем вы ко мне пришли». Виктория была в недоумении. Спустя несколько минут, когда женщина немного пришла в себя от шока, она смогла рассказать обо всем врачу. «У вас ложная беременность», – сказала доктор. «Если бы было оборудование, то это было бы понятно сразу. Но в тех условиях, в которых вы находились, сами понимаете. Да и врач там, видимо, не очень опытный». «Как ложная?» – воскликнула Виктория, пристально посмотрев врачу в глаза. «Что вы такое говорите? Это какой-то бред. Как вообще такое возможно? Вы в своем уме?» «Успокойтесь», – строго осадила женщину доктор. «И выслушайте меня. И постарайтесь понять. Такое бывает. Видимо, вы очень сильно хотели малыша. И просто убедили себя в том, что вы беременны. У вас появилась определенная симптоматика. И вы искренне верили в то, что беременны. Но беременность не развивалась. Вы же это понимали. Если бы вы раньше сделали УЗИ, то узнали бы об этом сразу. Но вы же сами сказали, что оборудования не было». Виктория вышла из больницы на ватных ногах. Она не знала, как рассказать мужу о том, что они обманули себя. Женщина не могла поверить в то, что все это происходит с ней. «Господи, но почему именно я? Ну за что?» – всхлипывала Виктория, сидя на скамейке в парке. Она попыталась прийти в себя, как-то подготовиться к разговору с мужем. Но ей так и не удалось этого сделать. Когда она рассказывала обо всем Константину, голос женщины дрожал. От волнения она путала слова, запиналась и даже заикалась. Мужчина внимательно слушал жену, и в его голове не укладывался весь тот бред, что она несла. «Ты меня что ли за дурака держишь?» – воскликнул он. «Я не понимаю. Что это за чушь, которую я только что услышал? Ты сама-то веришь в то, что несешь?» Виктория никак не ожидала такой реакции мужа. Она так рассчитывала на его поддержку. «А он?» Константин не поверил жене и даже не дослушав ее объяснений, обсыпал Викторию обвинениями. «Ты, видимо, потеряла ребенка?» – спросил он. «Или избавилась?» «А может быть, у нас с тобой не просто так столько лет детей не было? Может быть, ты их никогда и не хотела?» Пила таблетки втихаря, обманывала меня, а когда вышла осечка, и ты все-таки залетела, решила по-быстрому избавиться, чтобы не рожать? Так ведь? «А зачем тебе дети-то? Ты живешь за мой счет, припеваючи, все у тебя есть, который год, как сыр в масле катаешься. А тут пеленки, распашонки, бессонные ночи, напрягаться придется. А ты не хочешь, так ведь?» «Ну давай, признавайся, чего ты молчишь-то?» Мужчина тряхнул Викторию за плечи, а она не могла поверить в то, что это говорит он, любимый Константин, который своими собственными глазами видел, как она страдает и переживает из-за отсутствия детей. От бессилия и отчаяния женщина разрыдалась. Кинувшись в ноги мужу, она из последних сил пыталась его вразумить. «Костенька, миленький», – всхлипывала Виктория, – «что же ты такое говоришь? Ты же знаешь, как я радовалась, когда узнала о том, что у нас будет малыш. Я же хотела детей не меньше, чем ты. Как ты можешь такое говорить? Как у тебя только язык поворачивается?» «Если ты не веришь мне, – спроси у врача. Ну, поехали к ней вместе со мной, она тебе все подтвердит». Но Константин был непреклонен. Он истерически хохотал и бился в истерике. Виктория никогда не видела его таким и даже представить себе не могла, что ее муж на такое способен. «Ха-ха-ха», – голосил мужчина. «Ты решила надо мной поиздеваться, да? За деньги тебе любой врач все что угодно подтвердит. А денег у тебя благодаря мне навалом. Ты же уже всех купила, да? И теперь хочешь, чтобы я поехал с тобой и выслушал этот бред? Видеть тебя не могу. Собирай свои манатки и уматывай отсюда. Я подаю на развод». Виктория надеялась, что к вечеру муж придет в себя и им удастся спокойно обо всем поговорить. После скандала она ушла в свою комнату, где просидела почти до самой ночи. Но Константин даже не собирался успокаиваться. Ворвавшись к жене, он кинул в ее сторону злобный взгляд и спросил. «Ты почему еще здесь? Я же, кажется, все тебе сказал. Собирай свои вещи и выметайся. Не доводи до греха». «Костя, выслушай меня, пожалуйста», – умоляла Виктория. «Ты не в себе. Давай ты успокоишься, и мы с тобой обо всем поговорим». «Да не о чем нам с тобой разговаривать», – рявкнул мужчина. «Я тебе все сказал. Убирайся вон, иначе я за себя не отвечаю». Константин раскраснелся от злости и вплотную, подойдя к жене, стащил ее с кровати. «Я повторяю последний раз. Пошла вон», – гаркнул он. «Даю тебе время до завтрашнего утра. Надеюсь, этого вполне хватит, чтобы ты успела собрать все свое барахло и убраться отсюда по-добру, по-здорову». Бедной женщине ничего не оставалось, кроме как собрать свои вещи и уехать. К счастью, ей быстро удалось найти подходящую квартиру за скромную оплату. У Виктории было отложено немного денег, на первое время должно было хватить. Ей предстояло начать жить заново. Как же больно ей было в тот момент. Виктории казалось, что она никогда не сможет пережить все, что произошло. Женщина не понимала, за что ее так наказала судьба. Виктория одновременно потеряла и мужа, и ребенка. Это было невыносимо. Но годы шли, боль постепенно притуплялась. Женщина и представить себе не могла, что еще когда-нибудь встретит Константина. После того, как они развелись, Виктория приложила все возможные усилия для того, чтобы забыть о нем, вычеркнуть из своей жизни. Сначала она запретила себе думать о Константине, а спустя некоторое время с головой ушла в работу, лишь бы не погружаться в тяжелые мысли о прошлом. Но судьба распорядилась иначе и свела их вновь. И произошло это при самых неожиданных для Виктории обстоятельствах. Женщина столкнулась с бывшим мужем совершенно случайно. Это и вправду была ирония судьбы. В тот день, когда она встретилась с Константином лицом к лицу в больничном коридоре, Виктория проходила обследование. Сначала она даже не заметила мужчину. Но когда повернулась и увидела его лицо, сразу же поняла, что это он. Прошло не слишком много времени, чтобы Константин мог измениться до неузнаваемости. Мужчина выглядел грустным и подавленным. Стоять на своих ногах он не мог, поэтому опирался на костыли. Викторию это очень сильно удивило. Она догадалась, что что-то случилось, но подойти и заговорить с ним не решилась. Константин подошел к ней сам и, вежливо спросив разрешения на разговор, мужчина предложил Виктории пройти в больничную столовую. Она согласилась. Несмотря на то, что Константин ее предал и бросил, поступил с ней, откровенно говоря, по-свински, ей была по-прежнему небезразлична его судьба. И остаться безучастной, проигнорировать его, Виктория просто не могла. «А ты сможешь дойти?» Заботливо спросила она. «Тебе не больно?» «Больно, конечно», – усмехнулся мужчина. «Но это ничего страшного. Скоро все пройдет». «Не переживай. Врач сказал, что уже совсем скоро я смогу ходить самостоятельно. Пойдем. Нам есть о чем поговорить». Почему-то Виктория тоже была в этом уверена. Она очень хотела выслушать мужчину. Ей было интересно узнать, что с ним произошло, как сложилась его жизнь после того, как они расстались. Сначала Константин был немногословен, но спустя некоторое время ему так захотелось поведать обо всем родному и близкому человеку. Виктория была все еще такой для него. Мужчине потребовалось много времени для того, чтобы понять, насколько сильно он ошибался. Константин был к своей жене жесток и несправедлив. Он не имел никакого права так поступать с ней. Но повернуть время вспять, изменить прошлое было невозможно. Если бы Константин знал, что все так обернется, он бы никогда не поступил так опрометчиво. Спустя некоторое время после развода с Викторией Константин встретил молодую и красивую женщину. Тогда ему казалось, что именно она – его судьба. Мужчина влюбился в нее без памяти, готов был бросить абсолютно все к ее ногам. Не будучи дурой, Кристина быстро смекнула, что такого мужика ни в коем случае нельзя упускать. Она всегда мечтала связать свою судьбу с состоятельным человеком, который смог бы обеспечить ей достойное будущее. Выйти за него замуж, жить на всем готовеньком и ни дня в своей жизни не работать. Несмотря на то, что Кристина была достаточно молода, она уже успела понять, что тяжкий труд – неблагодарное дело. Работа не приводит ни к каким результатам. На красивую жизнь простым трудом не заработаешь, и у нее есть все шансы это изменить. Она молода, красива и далеко не глупа, а потому может стать хорошей пассией для обеспеченного человека. Таким и оказался для нее Константин. Только был у мужчины один недостаток. После долгих лет совместной жизни с Викторией, которая так и не смогла подарить ему долгожданного наследника, Константин очень хотел детей. В планы Кристины же совершенно не входило ни возня с пеленками, ни роды. Все это ее угнетало. Она не хотела портить фигуру, да и сам процесс ее очень сильно пугал. Поэтому Кристина как могла избегала зачатия. И так продолжалось до тех пор, пока мужчина не поставил вопрос ребром. В тот момент Кристина осознала, что если она не подарит мужчине малыша, то он разведется с ней. Но беременеть категорически не хотела. Поэтому пошла на хитрость, которую Константин, пусть не сразу, но раскусил. Мужчина не ожидал такого предательства. Для него это был очень сильный удар. Женщина все очень тщательно спланировала. Она почти идеально отыграла беременность, и если бы не авария, в которую по роковой случайности попал Константин, вполне возможно, что правда никогда бы не вскрылась. Кристина договорилась с врачом, которая должна была представить ей ребенка. «Но у вас же есть отказники?» Рассуждала она. «Насколько я знаю, многие женщины оставляют детей сразу же после родов. Что вам мешает мне помочь? И малышу будет лучше. Все-таки воспитываться в любящей семье перспектива гораздо более завидная, чем расти в детском доме». А Кушерка не слишком хотела принимать участие в подобной авантюре. Подлог мог быть раскрыт в любой момент, но согласилась. Женщине нужны были деньги, а Кристина была готова заплатить весьма солидную сумму за младенца. Но ее планы нарушило состояние здоровья мужа. В планы женщины явно не входил уход за немощным инвалидом, каковым мог остаться Константин после аварии. Да и к тому моменту на горизонте Кристины замаячил более перспективный кандидат. И немного поразмыслив над всей сложившейся ситуацией, женщина решила оставить Константина наедине с его проблемами. «А как же ребенок?» – растерянно спросил он, когда женщина объявила ему о том, что уходит от него. «А как же наше будущее? Я встану на ноги. Обязательно встану. Неужели ты в меня не веришь? Почему ты так со мной поступаешь? За что?» Когда Кристина призналась мужчине в том, что никакого ребенка нет, он подумал, что она от него избавилась. Но женщина решила рассказать ему всю правду. Константин был в шоке. Он не мог поверить в то, что пригрел на своей шее такую подлую и циничную змею. «Неужели ты была со мной только из-за денег?» – спросил он, глядя женщине прямо в глаза. «А как же признание в любви? Ты же клялась мне, что любишь меня. Как же так-то?» «Я клялась в любви состоятельному и успешному человеку», нагло ответила женщина, которой уже было нечего терять. «А не инвалиду, на лечение которого будет уходить львиная доля твоих капиталов. Ты подумал, как мы будем жить, если ты не сможешь работать? А если ты никогда не оправишься и не встанешь на ноги? Что тогда?» Константин не стал продолжать этот бессмысленный разговор. Ему было все понятно без лишних слов. Он ошибся. Очень сильно ошибся. Женщина, в которую он без памяти влюбился, оказалась предательницей и обыкновенной охотницей за деньгами. Как же ему было тяжело это осознавать. Он ведь искренне любил Кристину и верил ей, а она поступила с ним так подло и низко. Даже сильная физическая боль из-за полученных травм и многочисленных перенесенных операций не могла перекрыть боль душевную. Все чаще в своих воспоминаниях мужчина возвращался к Виктории. Размышляя о ней и их отношениях, он задавался одним единственным вопросом. А что, если она тогда не соврала ему? Что, если беременность и вправду оказалась ложной? И ведь действительно такое бывает. Крайне редко, но все-таки бывает. После всего случившегося он читал об этом и знал наверняка. Возможно, что если бы Константин случайно не встретился со своей бывшей женой, он никогда бы не решился ей позвонить и попросить прощения. Слишком много воды утекло. Но теперь, когда судьба свела их вновь, он просто не мог не использовать свой шанс. Она сидела напротив него, держала его за руку и по щекам женщины стекали слезы. Она все еще любила его. Все эти годы, которые Виктория провела без него, в ее сердце так и не появилось нового чувства. Для нее по-прежнему существовал только один мужчина – Константин. И она была готова его простить. Через несколько месяцев, когда мужчина окончательно встал на ноги, они с Викторией снова поженились. К счастью, он заранее позаботился о том, чтобы такие дамочки, как Кристина, не получили ни копейки при разводе. Доверие доверием, а деньги врозь. Мужчина всегда придерживался такой позиции, и на этот раз она его не подвела. Только когда у них с Викторией родился долгожданный сын, Константин отписал половину своего имущества жене и малышу. «На всякий случай», – сказал он, когда женщина сильно удивилась, увидев документы. «Вдруг со мной что-нибудь случится. Не хочу, чтобы вы остались без всего и у разбитого корыта. Типун тебе на язык», – возмутилась Виктория. «С тобой ничего не случится. Мы будем жить долго и счастливо». И ее слова оказались не пустым звуком. Супруги успели вырастить и сына, и внуков, и жили душа в душу до самой старости, пока смерть не разлучила их.